Небольшой поселок в 140 километрах от Анталии привлекает туристов богатой природой, чистыми песчаными пляжами и первоклассными отелями. Курорт утопает в зелени, хвойных лесах, кипарисах, гранатовых рощах. Она дарит прохладу даже в самые жаркие дни. Авсаллар встречает гостей контрастом неповторимых природных пейзажей и развитой инфраструктурой города. Здесь найдется развлечение для каждого, для любителей ночной жизни, массажа и спа-услуг, отдыха в турецких хамамах. Курортный поселок расположен между городами Анталии и Алания. Авсаллар относится к зоне отдыха Инжекум, простирается на Средиземноморском побережье в 44 километрах от Сиде. Ближайший международный аэропорт находится в городе Анталии, в 110 километрах от Авсаллара. Из Анталии можно добраться в Авсаллар на автобусе, это замет около полутора часа и будет стоить 5-7 долларов США звездочка. Доехать на такси будет немного дороже минус 11-17 долларов США звездочка. Можно сесть из Анталии на маршрутку Далмужда Сиде, а там уже пересесть на автобус в Авсаллар. Маршрутки ходят через каждые 20 минут, стоимость билета 13-16 лир звездочка. Из Алании можно доехать в Авсаллар на автобусе. Для этого нужно прийти на остановку под названием Пятничный базар. Дорога обойдется от 2,6 до 4 лир. Звездочка маршрутки здесь ходит постоянно, с интервалом в 20 минут. Белик Турция Достопримечательности климат в поселке близок к умеренному Средиземноморскому. Летом средняя дневная температура достигает плюс 30 градусов. В августе вода прогревается до плюс 27 градусов. В течение года резких температурных перепадов здесь нет. В самые холодные месяцы температура падает до плюс 15. Среднесуточная температура в Авсалларе в течение пляжного сезона. Май-юниюль-август-сентябрь-котябрь 242 миллиарда 830 миллионов 312 тысяч 924. Пляжный сезон открывается в мае. Любителям купаться в прохладной воде можно приезжать в Авсаллар еще в апреле. Осадков обычно выпадает здесь мало, погода считается засушливой. Пик жары приходится на август, он же отмечается самым массовым наплывом туристов. С сентября температура воздуха и воды понемногу снижается. В октябре в Авсалларе начинается бархатный сезон. Караван-сарай в Авсалларе. Когда сельджукский султан Аладин Кикубат завоевал Аланию, он приказал построить в порту крепость для защиты от захватчиков. Из бойниц крепости на врагов выливали смолу и кипяток. Красная крепость на долгие годы стала перевалочным пунктом для путешественников и торговцев. Здесь они находили отдых и защиту от разбойников. Старожевая башня в Авсалларе, именуемая Кызыл-Куле, является символом города и в современности атрибутом местного флага. Седе Турция достопримечательности со стен крепости открываются чудесные виды, порт, корабли, морское побережье, колоритные домики местных жителей, Пальмы. Появляется ощущение, что путешественник попал в пиратские времена. Вход в башню стоит 1 доллар США и 50 центов звездочка за взрослого, дети проходят бесплатно. Билет включает посещение самой башни, пещеры Домлаташ, у подножия крепости и судоверфий. Совет туристам, так как на смотровую площадку ведут крутые лестницы, сюда лучше не приходить на каблуках, а надеть кроссовки. Прогулка на яхте, Викинг. На побережье Авасаллара находится самая крупная в Турции яхта, Викинг. Приобрести билеты на нее самостоятельно не получится, она сотрудничает только с туроператорами отелей. В зависимости от класса отеля будет зависеть цена экскурсии. В среднем, от 50 до 80 долларов США за человека. Звездочка Популярные экскурсионные туры на «Викинги», детский дневной тур, игры в пиратов с аниматорами, пенные дискотеки, шоу-программа, ночная дискотека, пенная вечеринка с огненными представлениями, лазерным шоу, купанием в ночном море, сансет, морская прогулка на яхте с 16 часов до 22 часов. В программу входит посещение пещер, расположенных неподалеку от пляжа Клеопатры. Аквапарк Селания-Си-Парк. На заметку. Это отличное место для отдыха с детьми в Авсаларе. Кроме самого аквапарка, здесь есть дельфинарии, бассейн со скатами, бассейн с акулой, желающие могут поплавать с ней в железной клетке. Начинается экскурсия с шоу дельфинов и морских котиков. Оно особенно нравится детям. Затем посетители осматривают разные виды бассейнов, по желанию могут даже искупаться в них. Дно бассейнов стилизовано обломками затонувших кораблей. Билет в аквапарк стоит 25 долларов США за взрослого, 18 долларов США за ребенка. Звездочка в стоимость билета входят маски и трубки для купания в бассейнах с рыбками. Посещение аквапарка через экскурсионные туры будет стоить значительно дороже, в среднем 70-80 долларов США с человека. Аквапарк Уотер Планет. Развлекательный комплекс состоит из разнообразных 24 водных горок. Есть маленькие, подходящие для малышей, есть средней длины и очень крутые. С некоторых можно съезжать на ватрушках. В целях безопасности у каждой горки дежурит инструктор, объясняя как правильно съезжать со спуска, чтобы не было травм. В стоимость билета входит обед, в билете от турагентства вино и пиво. Работает аквапарк с 8 часов до 16 часов 30 минут. В 12 часов обед. Цены на билеты, дети до 6 лет, бесплатно. Дети от 6 до 12 лет 22 доллара США. Старше 12 лет 27 долларов США. Звездочка обратите внимание, если приобретать билеты от туроператоров, выйдет в разы дороже, поэтому лучше покупать билет самостоятельно. Эфес Турция Достопримечательности пляжа Авасалара отличаются чистотой и ухоженностью. Вход в море мягкий, песок мелкий. Благодаря географическому положению, погода в поселке очень теплая. Здесь нет сильных ветров, так как все местные пляжи расположены в бухте. Единственный минус, летом температуры очень высокие. Поэтому те, кто не любит сильную жару, приезжают весной или осенью. Курорт славится не только своими пляжами, но и природой. Хвойные леса благоприятно воздействуют на дыхательную систему. В округе Авасалара можно найти банановые плантации, гранатовые рощи, пальмы и апельсиновые деревья. Чтобы туристы могли насладиться красотой местной природы, здесь обустроены специальные пешие маршруты, ходить по которым можно весь день. Водная экскурсия по Зеленому каньону – один из бюджетных увлекательных туров. Цена взрослого билета составляет 35 долларов США, дети до 6 лет бесплатно. Экскурсия представляет собой водную прогулку из Авсалара на яхте вдоль Зеленого каньона, с остановками в скалистых бухтах. Экскурсия в Памуккале – это однодневный тур, стоимостью 70 долларов США за взрослого и 50 долларов США за ребенка. Звездочка в экскурсию входит посещение античного города Ярополис, купание в бассейне Клеопатры, посещение термальных источников, неподалеку от древнего города, визит в римский амфитеатр. Еще можно совершить паломничество в Демре или путешествие от Авсалара к базилике святого Николая. В экскурсию входит также посещение руин античного города у острова Кекова на прогулочной яхте. Кроме этого, посетители увидят множество ликийских скальных гробниц и римский театр. Стоимость поездки 55 долларов США взрослый, 45 долларов США детский билет. Звездочка. Кроме прогулок по паркам с экзотическими деревьями и спокойного отдыха на пляже, в Авсаларе найдутся другие разнообразные виды отдыха, например, рафтинг. Возле поселка протекает река Алара, являющаяся популярным маршрутом для рафтинга. Небольшая речка, впадающая в Средиземное море, окружена пышной хвойной растительностью. Сплав по реке осуществляют со спутником-гидом, по 8-10 человек на большой лодке или по 2 на байдарке. Вдоль речного берега множество ресторанчиков и кафе, в которых можно перекусить после утомительной прогулки по реке. Основные блюда подают из рыбы, которую вылавливают в горном ручье. Советы туристам, отправляющимся на рафтинг, нужно оставить в отеле все ценности, кольца, золотые украшения, не нужно брать в поездку большие суммы денег. Если есть водостойкая обувь, взять ее нужно обязательно, после сплава нужна будет сухая одежда, в которую можно будет переодеться. Об этом также следует позаботиться заранее. Шоппинг. Авсалар – поселок небольшой. Обойти его можно за 30 минут. Поэтому совершение покупок лучше отложить на последние дни отдыха. Половины дня хватит на то, чтобы турист приценился и купил все необходимое. Для желающих сэкономить торговые места нужно посещать к 9-10 вечера, в это время магазины готовятся к закрытию, и продавцы скидывают цены. Но нужно торговаться. Опытные туристы советуют приобретать продукты, специи, кальяны, сладости на рынке в Алании. Там значительно больше выбора и дешевле цены. Работает рынок по пятницам. Добраться туда можно с остановки у отеля «Жасмин Плаза». Стоимость поездки 1 доллар США. Звездочка рынок Авсалара работает в один день недели четверг. Он расположен рядом с поселком, позади отеля «Руби». Важно, на центральной улице Авсалара множество сувенирных лавок, магазинов и бутиков. Однако цены здесь несколько дороже, чем на окраинах поселка. Там меньше наплыв туристов и, соответственно, ниже цены. Ночной отдых. Ночные клубы Авсалара небольшие, но шумные и веселые. Основные посетители клуба – Джим Дин, русские туристы. Много молодежи. Преимущества. По отзывам туристов, интересный дизайн. Хорошие коктейли, коммуникабельный персонал. Шекспир – местная кафешка Авсалара. Есть возможность посидеть внутри и снаружи, на улице. Основные посетители заведения – молодежь всех национальностей. В «Калибре» приходит попить пиво, с бесплатными закусками, покурить кальян, выпить коктейли, конечно, потанцевать. Основные посетители кафе – турки и немцы. Авсалар – небольшой поселок, сочетающий в себе все, от спокойного отдыха на прекрасной природе до увлекательных приключений и ночных дискотек. Свежий хвойный воздух и невысокие цены привлекают сюда туристов со всего мира. Звездочка цены указана на 2018 год.